Все, вам теперь надо правильно себя вести, учиться, уважать женщину. Запомните, с женщиной нельзя обижаться. Можно быть строгим, это тоже не очень хорошо. Но обижаться это вообще, это как бы запредельная вещь. Женщина, когда видит эту эмоцию у мужчины, она теряется, она не знает, как с ним жить, потому что ей нужна опора в жизни. Женщина ищет опору. Когда человек обиделся, он уже не может быть опорой. Он как бы все, она боится, у нее возникает сильный страх жуткий. Как я с ним буду жить, если он обижается? Мужчина не должен обижаться, он может разгневаться чуть-чуть там. Но обижаться это опасно для женщины. Поэтому нужно держать себя в этом в руках, то есть нужно как бы показывать ей силу. Женщина боится слабости мужчины, ей страшно становится. Она ждет от вас силу. Запомните, мужчины, в этом мире, в отношениях с женщинами, вы никогда не найдете справедливость. Потому что они ждут от вас только силы, справедливость на их стороне. На вашей стороне сила, самопожертвование. Она будет вас мучить, обижаться. Она будет вас закалять, женщина, закалять все время будет. Вам надо становиться крепче. Вот такой путь. Если мужчина недоволен самим процессом, что его женщина закаляет и делает его крепче, значит, он никогда не женится. Потому что женщина всегда призвана закалять и мучить. Испытывать на прочность мужчину. Все. И она дарит ему взамен на эту прочность, дарит детей, она заботу дарит ему, счастье. Просто вот за эту прочность. Но если мужчина не выдает прочности, тогда она не знает, как ей дальше жить. Она теряется. Я что-то не так говорю? Видите, все подтверждают женщину. Поднимите руку женщины, которая готова с обидчивым мужчиной жить. Не смело, не бойтесь. Ни одной женщины нет. Чувствуете, как все серьезно? Нельзя обижаться на женщин. Можно проявлять твердость духа, можно не общаться, можно не замечать. Обижаться нельзя. Обижаться может только женщина. Все, вы довольны, женщины? Знаете, самая большая глупость у женщин какая? Эта глупость не имеет границ. Эта глупость, с одной стороны, она женщине дает красоту и привлекательность. А с другой стороны, она оставляет ее одной на всю жизнь. Эта глупость очень простая. Она не понимает, женщина, что внешне женщина имеет очень много хороших качеств. И именно по этим внешним качествам она судит, какой мужчина ей должен достаться. А внутренне, она не видит себя. И она не знает, что мужчина имеет много внутренних хороших качеств. Но внешне они не видны. И поэтому женщина всегда недооценивает мужчин. И думает, что мне должен достаться лучше. Это главная причина одиночества у женщин. Недооценка. Она не понимает, что мужчина, с которым она имеет дело, он лучше, чем она думает. У него внутри много хороших качеств, которых она просто не видит. В силу своей женской природы. Поэтому есть мудрость женщины, которые пытаются увидеть глубже человека. А мудрость женщине всегда приходит в результате служения. Когда женщина начинает служить мужчине, он раскрывает себя изнутри. И она тогда понимает, с кем она имеет дело. А если она просто капризничает рядом с ним, то он не раскрывается как личность. В результате она ничего не видит. Она видит только внешность, внешние вещи. И поэтому начинает думать, наверное, мне надо получше себя найти. Я, наверное, и того нашла. И в этом ее иллюзия. Потому что мужиков вообще, в принципе, мало. По пустыне пройди и найди получше. В пустыне мужик стоит, квас продает. На верблюдах едут мимо караван. Раз остановились, такие подходят. У вас квас свежий? Свежий. Раз выпили. Что-то не очень свежее. Ну пройдись по пустыне, найди более свежий. В пустыне больше кваса нет. Понятно? Какой есть, такой Бог дал. Будьте осторожны. Все, я ее выдал за вас замуж. Теперь все от вас зависит. Если вы не будете правильно себя вести, то она тогда вам не усомнится. Подумает, что это Олег Геннадьевич так меня обманул жестоко. Поэтому я надеюсь на вас теперь. Я ей дал надежду, но вы должны ее оправдать. Это означает только одно. Дать женщине возможность быть слабой и все равно брать за нее ответственность. Не воевать с ней по поводу ее возможности терпеть. Она не может терпеть. Женщина слабое существо. Нужно дать ей возможность быть слабой и брать за нее ответственность. И тогда она будет счастлива. И вам подарит счастье. Если мужчина пытается сделать ее сильнее, то это бесполезное занятие. У женщины есть характер. Какой есть, такой есть. Каждая женщина, она очень чувствительная. Боязливая, боится всего. У нее очень твердая психика. Она стоит на своем. Пытается заставить мужчину понять себя. Нужно уступать этому всем процессу. Не бояться этого всего. В этом нет плохого ничего. Такова природа у женщин. Они постепенно смягчаются в отношениях. Когда женщина понимает, что опасности нет от мужчины, она смягчается, начинает вести себя смелее. И постепенно привыкает и может принести счастье потом со временем. Главная проблема в этом страхе, который живет у них в сердцах, у женщины. Они боятся отношений. Страшно. Не знают, что будет дальше. Опасаются. Нужно давать гарантии внутренние. Мягко, по-доброму относиться. И самому не надо сомневаться. Когда мужчина сомневается в женщине, она еще больше сомневается. Начинает бояться еще сильнее. Тогда еще все запутывается сильнее в ситуации. Вы успокоились? Все? Вас никто не торопит? Просто как бы общайтесь. Вообще не нужно очень по-мягкому доносить свое. Мужчина, если не понимает, доносить еще раз. Пытаться. Не надо сомневаться в человеке. Надо по-доброму, по-мягкому доносить. Вместе слушать лекции. Самый лучший способ общения для вас, это слушать мои лекции по семейным отношениям вдвоем. И разбирать их. Изучать вместе. Вот это изучение вместе и та и есть самое лучшее общение, которое вас приведет к хорошему отношению. Анализ. Общение с позиции разума. Не говорите, кто он из нас хороший, кто плохой. Этим не надо заниматься. Выяснять отношения не надо. Надо обсуждать лекции. Вот слушайте вместе, обсуждайте. Вот такое общение выберите. И у вас будет хорошо развиваться отношения. Развитие отношения приводят к гарантиям внутренним. Люди начинают уверенно становиться. Ладно, я начинаю тогда лекцию по отношениям с людьми вообще в обществе, работе. Интересно же? Да. Вот есть близкие отношения, есть дружеские отношения, есть отношения деловые. Они все абсолютно разные. Это разный мир. Их нельзя путать. Вот, например, женщине ей нравятся близкие отношения. И поэтому она на работе стремится к близким отношениям или к дружеским. Это очень опасная тенденция. Она разрушает возможность женщины работать в этом месте. Как только она начала строить такие отношения, то дальше пойдут обиды, чувство несправедливости там и так далее. Деловые отношения для женщины чужие отношения. Ей не нравятся эти отношения. Она не чувствует счастья в них. Но это единственный вариант отношений на работе. Поэтому на работе нужно просто работать, делать то, что надо. И не надо сильно привязываться к людям. Допустим, если у вас есть подружка на работе, то лучше, если бы она не занималась деятельностью рядом с вами где-то. Может быть, в соседнем там цехе где-нибудь еще где-то. Но только не рядом с вами, потому что если подружкой становится девушка, которая с вами работает вместе, вы с ней переругаетесь в дребезги потом и разойдетесь. И вам придется бросить работу. Потому что женщина не может работать там, где ей не нравится. Где есть люди, которые приносят ей беспокойство. Она уходит из этого места неосознанно. Она не может себе объяснить, почему она не хочет там работать, потому что нет комфорта. Женщина на работе отдыхает. Ей нужна атмосфера отдыха и благополучия. Она отдыхает на работе от семейных забот. Ей нужна на работе атмосфера спокойная. Спокойная атмосфера означает, не надо ни с кем дружиться. Потому что спокойствие на этом закончится. Можно дружить с кем вы не работаете вместе. Может быть это в этом месте, где вы работаете, но непосредственно не решаете дела вместе. Очень важно правильно строить отношения с начальником. Потому что женщина склонна с помощью своей красоты и влияния своего обаяния, она склонна человека вставить к себе в зависимости. Ну это природа просто женская. Она видит, что она нравится кому-то и она начинает это использовать. В отношениях с начальником не надо это использовать. Потому что это сближает отношения, становятся более близкими. И дальше у него два варианта. Первый вариант. Он сильнее вас психически допустим. И он в вас вводит в зависимость от себя. Это значит, что он будет вас эксплуатировать. Будет заставлять больше работать, просить. Или добиваться незаконных отношений каких-то. То есть он может начать вести с вами себя так, что вам придется потерять работу. Второй вариант. Это он становится слишком слабым в отношениях с вами. Тоже хочет, обычно влюбляется. Вот. Хочет чего-то, отношений каких-то интимных. И этот вариант вызывает у женщин окружающих протест, зависть, злобу. И у вас портятся отношения со всеми людьми в коллективе. Они становятся очень опасными. Поэтому для женщины всегда очень важно на работе держать дистанцию от своего начальника. Не строить с ним теплых отношений внутренних. Стараться по-деловому. И надо понять, что есть разные виды силы у женщины. Вот, допустим, женщины думают, что есть только один вид силы в современном обществе. Это женская привлекательность. Ну, то есть они красятся, делают так, чтобы было красиво внешне, там, оголяют тело, там, и так далее. Пытаются этим способом завоевать, показать свою силу. Это сила женская, но она очень опасная сила. Эта сила называется любовница. Ну, то есть эта сила хороша только в отношениях с мужем. Во всех остальных случаях она только портит жизнь. У женщины есть еще другая сила, которую женщины в себе не знают, особенно современной. Женщина может вести себя немножко строго, чуть-чуть отстраненно в своих чувствах, показывать людям истину, правильное поведение, быть в обществе человеком, который старается всем показать, как правильно. Но что так нельзя делать, так можно. То есть мать – это индикатор истины. Это женщина, когда в таком настроении находится, на работе, допустим, ее начинают сильно уважать. Ее продвигают по службе, потому что, когда женщина принимает позицию матери, она проявляет признак высокого разума. Ну, вот если женщина ведет себя строго, на дистанции чуть-чуть держится, все ведет по правилам, делает, уважает старших, уважает младших, со всеми уважительно относится, но не вступает в близкие отношения, как и ля-ля, тро-ля. Это значит, что она очень разумный человек. Ее продвигают по службе сразу. Она быстро, легко достигает успеха в деятельности. Потому что женщина – это существо, которое всегда способно впечатлить. Вот, допустим, если взять статистику, то женщин нам очень легко устраиваются на работу. И они чаще всего долго не работают и уходят. Потому что они устают там и так далее, разочаровываются в этом месте. Но устроиться легче, легко женщине, потому что ей легко впечатлить. Она приходит и кажется, что она будет хорошо работать, хорошим специалистом. И на этом же принципе основано вот это, что если женщина позицию матери выбирает, то она очень легко добивается любого положения в обществе. Потому что сразу она впечатляет. Кажется, что этот человек вызывает доверие. И с ней в такой позиции матери, с женщиной сразу очень строят такие правильные отношения. Старшие, младшие, все советуются с ней. Если она в позиции матери находится, если она красится, улыбается всем ласковой улыбкой, то это вызывает другие чувства. То есть люди начинают, женщины начинают конкурировать с ней, соревноваться. Это вызывает раздражение женщин окружающих. Мужчины начинают к ней ближе становиться. Начальство как бы начинает ее эксплуатировать или пытаться привлечь к себе. Ну то есть у ней возникают одни только проблемы на работе от такого поведения. Ну то есть кругом только одни трудности. Хорошего ничего не будет. Мужчина, когда он в личной жизни находится, то он должен вести себя внутренне твердо, а снаружи очень мягко. В личной жизни мужчина должен всегда стараться уступать женщине, по-доброму себя вести, шутить с ней, не нажимать на нее. Если она делает что-то не так, можно чуть-чуть дистанцию взять. И если она почувствует, что что-то не так, она сама спросит, в чем дело. Можно ей по-доброму объяснить тогда. Если женщина интересуется, что не так, значит она готова выслушать. Если не интересуется, значит она знает, что ты хочешь, но не готова выслушать. В любом случае, женщина всегда знает, что ты хочешь, не надо сильно объяснять. Поэтому деликатный подход к женщине всегда у мужчины в личной жизни дает хороший результат. Потому что женщина, когда на нее давишь, у ней сразу разум теряется, и она себя не контролирует. А если на женщину не давить, уступать ей, аккуратно с ней себя вести, даже если она агрессирует, то она будет сохраняться в спокойном состоянии, означает разумным. Это значит, что она легче будет понимать, что происходит, правильное решение будет принимать. То есть, если женщине давать спокойную среду для жизни, несмотря на ее недостатки в семейной жизни, это всегда очень хороший результат для достижения любой цели в отношении. Ну то есть, она все сама, женщина такое существо, что она сама все быстро понимает, как надо, если ее не третировать, на нее не давить. Она сама легко все понимает и сама делает, как надо. А если на нее давить, она будет делать все наоборот всегда, мстить. Женщина никогда не позволит оскорбить свою женственность. Ну то есть, если на нее давить, нажимать как-то, то всегда это вызывает протест у нее в сердце, она будет воебать за свое право быть женщиной и за право на нежные и добрые отношения. Теперь говорим о мужчине в отношениях на работе. Все наоборот. Внешняя строгость, внутри доброта. Мужчина на работе должен быть очень принципиальным, твердым. Он должен показывать свои сильные качества всегда. Показать свою готовность, сделать так, как надо, ответственность, силу, смелость, решимость, трудолюбивость, трудолюбие. Активная позиция жизни. Вот позиция внутренняя человека, это первое, что нужно всегда понимать. Это самое сложное, потому что на это требуется много энергии. Вот человек на работе сидит, допустим, у него позиция ленивая. Он вызывает сразу определенные отношения у начальства, у сотрудников. Он становится изгоем. Если у человека позиция активная, внутренняя, ответственная, серьезная, ему говорят, он старается выполнить, заставляет себя делать как надо, то это очень сильно в будущем дает результат. Главная проблема большинства людей, которые работают, они всегда не дожидаются результата. Обычно результат на работе приходит через 2-3 года. Вот ты, допустим, правильную позицию выбрал, твердость снаружи, мягкость внутри с людьми. Твердость не означает жесткость, означает, что ты принципиальный человек, деловой человек, без сентиментов. Сказали, сделал. Делаешь все как надо по инструкции, не разглагольствуешь, сопли не распускаешь, ни с кем ля-ля-тру-ля-ля там не споришь. Если видишь, что начальник не прав, не обращай внимания. Это его проблемы. Ты ему все равно не поможешь, он тебя слушать не будет. Сказал тебе делать вот так вот, ты можешь спросить его, я согласен, все сделаю, а если вот такой результат будет, что тогда? Как вы считаете? Он скажет, такого результата быть не может, допустим, ты сделал, и потом такой результат. Он говорит, ну это мои проблемы, не твои проблемы. Ну хорошо, хорошо, сам разгребай. Вот, а если все нормально, вы ошиблись, он правильно видел, значит, уважаете его, значит, вы его недооценили. Ну то есть, в любом случае, начальник всегда прав, почему? Потому что он поставлен Богом. И наша задача ему помочь, осуществлять его планы. Но когда мы помогаем и ведем себя смиренно и твердо внутренне, то тогда он начнет с нами советоваться. Ну как вот он будет советоваться, если он видит, что ты на него не давишь своей истиной, своей правотой. Ну то есть, начальник все равно будет делать так, как он понимает. Он не будет делать так, как вы понимаете. Потому что он же ответственность берет. Вот представьте, допустим, я иду, и нога мне подсказывает, чуть подлиннее шаг. Я как бы не уверен. У меня другой опыт. Я не делаю подлиннее и попадаю на кочку, да, и падаю. Думаю, нога, наверное, у меня интуитивная. В следующий раз ее послушаю. Но с первого раза никто не будет слушать, потому что есть опыт личный человек, начальника, да. И подсказать ему бесполезно. Но если ты имеешь такое мнение, но не навязываешь, он потом будет это учитывать, и тебя сам спросит. Потому что ему несложно тебя спросить, потому что ты не навязываешь свое мнение. Таким образом, терпение – важный фактор работы где-то. И терпение не только в отношениях со старшими. Еще надо понять, кто такие старшие – это представители Бога. Вот это пришел, допустим, на какое-то предприятие, там дебил старший. Это значит, что у тебя плохая судьба началась. Все, больше ничего не значит. Вот там дебил старший, у него нет мозгов. Но его не слушаться, его бесполезно, потому что ты попал в такую атмосферу, потому что у тебя такая судьба. Не нравится – иди с работы. Если начальник нормальный, слушайся его. Он все равно будет делать все по-своему. Ты ему ничего не докажешь, потому что он так понимает вещи. Вот у меня есть методика, да, вот эта вот по коронавирусу, да. Я, когда я только развивал, полечил одного очень серьезного влиятельного человека, он меня представил очень высокопоставленным человеком, который может помочь в развитии метода. Он послушал все и не поверил в это. Что мне делать с ним? Ничего. Молиться и бегать, да? Я ничего, я понял, что методика не готова к широкому, она не готова к широкому использованию, потому что она непонятна современной медицине. Я такой вывод сделал. И все, и движусь своим путем, как бы, дальше провожу исследования. Есть воля Бога, понимаете, свыше. Она действует через людей, через старших. Бог поставил всех. Кто здесь начальник? Господь начальник. Он всех расставляет. Если вам не нравится, значит, вам не нравится воля Бога. Вы замесел его не знаете. Вот Бог дал вам вашу голову. Согласны, нет? Не согласны, отрезайте. Веды объясняют, что правитель в стране – это голова. Если отрезаете, начинается хаос. Страна не имеет контроля. Все, хаос наступает. Ну и так далее. И так человек должен сначала понять, что есть структура определенная в этом мире. Она несовершенна. Причина несовершенства ее заключается в нашей греховной жизни. Веды говорят, чем более люди будут жить греховно, тем больше будет несовершенна власть. И чем больше она будет угнетать, обманывать, издеваться, грабить. Все это нам дано для того, чтобы мы менялись к лучшему. Как только человек меняется к лучшему, то он попадает в другую среду. Вот власть та же самая, но он живет в другой среде, в которой уже меньше обмана, меньше хамства, меньше глупостей. Эта среда называется религиозная среда. И через религиозную среду он получает защиту от Бога. Как? Если, допустим, он уважаемый религиозный человек, духовно уважаемый человек, то он всегда найдет духовный разговор со всеми представителями власти. И к нему будет отношение со всем другим, за исключением демонической власти, когда власть отвергает Бога. Как это было в Советском Союзе. Религиозные люди сильно страдали, потому что не было контакта с властями, они ненавидели Бога. Понимаете? Это опасная тема. Но когда власть уважает Бога, у нас сейчас власть уважает Бога, то всегда у людей, духовно развитых, будет другой канал, будет другой способ общения со старшими, более быстрый и эффективный. Так делает Господь, чтобы люди, которые верят в Него, получали особую защиту среди людей. То же самое будет происходить и с людьми, которые делают добрые дела. Ну, допустим, один мужчина обратился ко мне и говорит, я хочу, ну, в политику хочу быть у власти. Как мне быстрее всего это сделать? Я говорю, вы оставайтесь на своей работе и придите в администрацию и спросите, что я могу для вас делать, чтобы, ну, я своему району там или городу мог эффективно помогать вот на своем уровне. И он обязательно вам скажет, вот у вас такая фирма, делайте то-то, то-то. Вы это все делайте. И не надо рисоваться. Просто делайте и все. И отчитывайтесь. Давайте ему результаты. Делайте это бескорыстно. Просто помогайте. И когда вы так будете делать, придет время, он вам предложит какую-то административную должность. Он скажет, слушай, ты такой надежный человек, прикрой. Вот мне нужно, чтобы ты это делал. И он дальше увидит, как вы это делаете с верой во власть, в старших. Любая административная должность означает определенная цепочка, которая соткана из веры. И чем сильнее у человека вера в старших, тем выше он пойдет. Высота пребывания у власти человека зависит от веры его, потому что структура вся держится на верных людях. Если ты сильно веришь в власть и уважаешь старших, значит, ты пойдешь выше со временем. А высота твоя будет зависеть от твоих способностей интеллектуальных и твоего благочестия. Ну, то есть, если у тебя благочестие слабое, ты слишком высоко не пойдешь, потому что ты там не будешь фекивен. Поэтому, насколько вот у тебя хватает благочестия, так ты будешь высоко в власти, если ты веришь старшим, уважаешь правительство, которым ты живешь. Один человек меня спросил в Казахстане, я не могу здесь быть успешным. Он говорит, какая-то сила мешает мне. Я не могу понять, можете мне объяснить, вы такой вот видящий человек. Я говорю, вы мусульманскую веру любите, уважаете? Он говорит, нет, не люблю. Я говорю, вот эта сила вам мешает. Ну, то есть, вы, когда идете по улице, есть определенная среда, в которой вы находитесь. Среда называется мусульманская культура. И если вы к этой среде не относитесь, все люди будут вами брезговать. Вы не будете чувствовать себя комфортно в этой среде, потому что, как вот собака нюхает чужой, да, и бросается на него, так и люди будут чувствовать, что вы чужой. Точно так же, когда человек не уважает правителя в стране, в которой он живет, тоже все налоговые службы это чувствуют, понимаете? Они, у них как запах есть на тех людей, которые чужие. И они их начинают проверять, начинают заставлять им беспокойство. Я вам рассказывал историю про собаку, которую выпускали на ночь для того, чтобы всех порвать, кто там во дворе. То есть, это такой частный дом, я приезжал, и меня в Ижевске, меня селили там в доме, в котором жила такая очень мощная овчарка. Ее выпускали на ночь для того, чтобы разорвать всех, кто там по улице ходит. И она, разок сосед, открыл калитку, зашел, никого не спросить вечером под бахусом. И потом ему живот зашивали. Ну, то есть, несколько секунд, и как бы человек уже порванный. Вот, я рано утром, в 5 утра, вышел на улицу, подышать воздухом, почитать молитву. Где-то в 7 часов утра выбегает хозяин, весь бледный, в ужасе такой, кричит, Олег Геннадьевич, Олег Геннадьевич! И я стою рядом с его собакой, она сидит рядом со мной, счастливая. Почему? Потому что я люблю хозяина, она чувствует. Зачем ей кусать того, кто любит ее хозяина? Понимаете? Точно так же, допустим, тебя останавливают ГАИ. Ты любишь хозяина или нет? Ты любишь власть в этой стране, уважаешь? Если да, то он не будет мучить тебя. И так действует Господь через его психику. Даже если... Никому не говорите эту фразу сейчас. Даже если ГАИшник полный дебил. Понимаете? Что иногда бывает? Он все равно не будет вас мучить, если вы уважаете власть. Потому что он в этом вопросе точно не дебил. Потому что к власти приходят всегда люди, к которым хотя бы одна опция должна срабатывать. Это уважение к старшим. Иначе они никогда не пойдут в милицию, их никто не будет держать. Если он не уважает старших там, до свидания сразу. Это значит, что он чувствует, где правда для него. Правда это там, где люди уважают власть. А там, где не уважают, это ложь. Поэтому он всегда будет в этом плане очень четко ориентироваться. И так один вопрос решен. И так человек приходит на работу, он хочет успеха. Он должен вести себя определенным образом. Вот допустим, ты расслаблен там на работе, просто психически идти. Ну, и по барабану. Хорошо тебе по барабану, значит всем тоже будет по барабану. Ты не будешь там развиваться. Если ты там настроен служить, ответственная позиция. Снаружи твердый, внутри мягкий. Снаружи не надо ля-ля-ля-ля-ля. Там это рабочая, деловая атмосфера. Если ты начал ля-ля-ля, значит с тобой будут вести себя по-другому. Деловая атмосфера означает ничего личного. Но там тоже есть своя любовь. Эта любовь означает долг, который ты выполняешь. Если ты склонен выполнять долг, женщина по-женски. По-женски означает элементы женской деятельности. Всегда подразумевают доброту, нежность, заботу. Допустим, принимать звонки. Допустим, товар продавать какой-то. Это женская работа. Нужны элементы заботы, нежности. Но все равно там есть долг. То есть ты выполняешь долг. Ничего личного. Тебе надо выполнить вот это, вот это. Все. Если женщина начинает личное отношение строить, обижается. И говорят, ты поработала меньше. Ну, значит, вы не хотите работать просто. Если хотите работать, это деловая атмосфера. В отношениях с равными. Нужна доброта на дистанции. Вот смотрите, допустим, вы старший в коллективе. Подружились. Вот можете заботиться о младших. Двумя способами старший должен заботиться. Первый способ. У него доброе отношение к ним, к младшему, как к подчиненному. Доброе означает, есть элемент наказания. Он должен, должен заставлять себя наказывать подчиненному. Но наказывать по инструкции. Написать надо инструкции. В инструкции должно быть прописано наказание. И четко следовать по ним, но с добрым сердцем. Говорить, я ничего не могу сделать, у нас такая инструкция. Постепенно люди привыкнут, что есть инструкция, и с ней ничего невозможно сделать. И тогда люди будут спокойно работать. Если ты начинаешь наказывать гневом, типа угрожать людям, вся атмосфера будет разрушена. Наказываешь гневом, не по инструкции действуешь. Значит, люди будут психовать, злиться на тебя, обижаться, думать, что это ты так захотел его наказать. Не закон, а ты сам. То же самое в отношениях с равными. Есть закон. Надо следовать ему четко и показать всем, что ты живешь здесь на работе. По закону. Но при этом у тебя хорошее отношение ко всем. Потому что, когда работа заканчивается, ты можешь кому-то сделать приятно что-то. Сказать доброе слово, улыбнуться. Или улыбнуться во время работы. Но при этом есть инструкция, по которой надо твердо действовать. Это вызовет сначала протест у всех. Но потом все привыкнут, начнут тебя уважать. Поймут, что ты серьезный человек. Вот этого надо добиваться. И еще надо знать, что в деловой атмосфере нет бескорыстия. Там сплошной эгоизм. Но есть три типа эгоизма. Есть беспредел. Если вы видите вокруг себя беспредел в каком-то месте, там не будет счастья в вас. Даже если вам негде работать, все равно ищите другое место себе. Потому что, если в атмосфере беспредел царит, это место, которое вас проклянет. Оно вас разрушит. Есть даже опасность, что вам посадят вас там. То есть, там нет гарантий вообще никаких для вашей судьбы. Второй вариант места. Это когда деловые отношения спокойны по инструкции. Это как раз самый раз. В этих местах будут средства, будет счастье, будет возможность развиваться. Третий вариант. Отношения романтические на работе. Типа, а-ля-ля, тро-ля-ля. Там денег не будет. Будет все хорошо, но денег не будет. Вот, поэтому выберите вот этот деловой вариант. Деловой вариант означает, люди выполняют свой долг, отношения спокойные, сдержанные, доброжелательные. Смотрите на судьбу предприятия. Как ее определить? Если отношения жесткие, злые и в предприятии много денег, значит судьба его такова. Быстрый подъем, пик и резкое разрушение. Может быть даже судебные тяжбы. Второй вариант. Отношения деловые, спокойные, по инструкции, доброжелательные. Значит, будет медленно развиваться предприятие и долго устойчиво жить. И потом будет давать очень хороший результат. Третий вариант. Отношения грубые, жестокие, беспредельные и нет никакой справедливости. Это криминал чистейший. Это означает, что вы не знаете, может быть, но там делаются черные делишки и вы даже можете попасть под раздачу. Вас могут подставить так, что вы потом сядете в тюрьму и так далее. Оттуда надо валить. Такие отношения обычно бывают там, где греховная деятельность. Допустим, водкой продают там, сигареты там и так далее. Четвертый вид вариант. Начальник ничего не контролирует. То есть, люди работают, ни шатка, ни валка. Может быть, это госзаказы. Ну, как типа, да, все равно зарплату заплатят. Этот вариант продлится до определенного времени и резко закончится потом. Неожиданно. Ну, то есть, там какое-то время можно поработать, но недолго. Самый лучший вариант остается только один. Это где коллектив деловой, отношения позитивные, спокойные. Люди трудятся, но не сильно, как бы, там, привязываются друг к другу. Когда коллектив дружный, все очень сильно привязаны друг к другу. Как бы радостные такие, глубокие отношения хорошие. Можете об этом не мечтать. Такие вещи случаются крайне редко. И указывают только на одно, что начальник – необыкновенная личность. Очень развитый духовный человек, глубокий. Это означает, что вам повезло. И значит, у вас хорошая судьба, связанная с деятельностью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!